В Муравленко состоялся городской чемпионат профессионального мастерства для людей особой заботы. Состязания «Обилимпикс» проходили сразу на нескольких площадках. Все подробности у Ани Григоря. Первый городской чемпионат стартовал на учебно-производственной базе многопрофильного колледжа. Здесь люди особой заботы соревнуются в двух компетенциях. Будущие мастера ремонта и обслуживания легковых авто Дмитрий и Эльман ищут неисправности в двигателях и в электрооборудовании машины. За два часа нужно устранить все поломки. Они достаточно заинтересованно проявили себя. То есть, видно, что есть у них желание, есть какие-то интересы проявить себя в чем-то. Сами конкурсанты очень волнуются. Для них это не просто состязание в профмастерстве, но и преодоление себя. В компетенции фотограф-репортер соревнуются три участника. Для Марины Орлова это первый опыт. И говорит, больше всего она любит снимать природу. Легкое волнение присутствует. Впервые участвую в конкурсе подобного рода. С тем уже успели определиться? Пока нет. Все в процессе. По заданию фотографа нужно отснять разноплановый портретный репортаж о том, как свой этап проходят коллеги по конкурсу. Авторемонтники и сотни фотографий предстоит выбрать всего 12. Таковы условия для участников с камерами. Участники работают на достаточно высоком уровне. На первый взгляд они подбирают достаточно удачные ракурсы. И оценить работу, я думаю, будет весьма сложно. Бесер, цветная лента и неограниченная фантазия. Чемпионат профмастерства продолжается уже в Центре социального обслуживания. Здесь соревнуются в декоративном искусстве. Мастерицы всего за три часа должны сплести из бисера оригинальную бутоньерку в виде фиалок. Оценивать будем в первую очередь качество работы. То есть выполнение задания в норму времени в три часа, чтобы они уложились. Качество работы, скручивание проволоки, обмотка лентой. Ну и естественно, что их творческая фантазия. В Олимпиаде возможностей, именно так называют чемпионат Обилимпикс, приняли участие шесть человек. Они доказали на практике, для них нет недосягаемых целей. По итогам первого чемпионата лидерами стали Марина Орлова, Дмитрий Циммерман и Асия Хакимова. Теперь у них есть все шансы попасть на всероссийский конкурс профмастерства. Анни Григориан, Сергей Шалафан. Новость Муравленко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова